Пусть меня научат! Мы продолжаем раскрывать интересные и необычные профессии. Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался в ателье, чтобы подшить или подрезать какую-нибудь вещь. Так вот, сегодня вместе с вами мы познаем азы этой профессии – профессии Портнова. Рядом со мной находится Надежда Шостак, преподаватель колледжа сферы обслуживания и строительства, благодаря которой сегодня мы постараемся сделать вот такую вот интересную, необычную рубаху. Здравствуйте! Здравствуйте! Да, мы подготовили детали кроя. Это крой переда рубахи, это крой спинки. И нам необходимы еще будут полосы, выкроенные по косой, иголки, булавки, нитки, ножницы, мыло и линейка. Вот с этим инструментом мы сегодня будем работать. Давайте приступать. Для начала что нужно? Для начала у нас намечена середина детали, центр детали. Мы от нее отступаем влево на 5 см, для того, чтобы сместить нашу застежку на косоворотке. Размечаем при помощи мыла и линейки место расположения нашей застежки. Она будет длиной 20 см приблизительно. Вот, пожалуйста, посмотрите. Разметка выполнена. Да, я вижу все. Возьмем с вами детали кроя. Это наши две обтачки и третья дополнительная еще обтачка. Мы сейчас будем их соединять между собой. Накладываем наши отделочные обтачки. Пробуйте. Вот срезом внутрь, да, срезом внутрь. Смотрим все правильно, да. И наметим сейчас, где мы будем с вами проводить ручные работы сметочные. Давайте тоже, я уже понял. Давайте, поучаствуйте. Я понял смысл. А по ширине? По ширине. Примерно как линейка, правильно? Как линейка, 3 см, да. Так, и с этой стороны точно. И с этой стороны, да. Чтобы не смещались наши с вами обтачки, нам нужно закрепить их. Здесь тоже посередине линейки? Да, и посередине, пожалуйста, да. Вот мы переместились с вами к швейной машине, которая выполняет прямую строчку. Для начала нужно нашу машину заправить. Устанавливаем бобину на штатив, пропускаем по нити направителю, между тарелочек. Теперь в нити водитель направляем нашу нить и непосредственно в иглу. В иглу мы вставляем нитку слева направо. Следующая, нижнюю нить заправляем. У нас есть шпулька с необходимыми нитками, есть шпульный колпачок. Заправляем шпульный колпачок, в шпуле держать. Теперь движение махового колеса. Мы выправили с вами нижнюю нить на платформу швейной машины. И наша машина готова к работе. Попробуйте. Так, Надежда, теперь под вашим строгим контролем, попытаясь это все повторить. Так, вначале сюда, да, вставлять? В нити направитель номер один. Далее в нити направитель номер два? Да. Есть. И в нити водитель. Вот так, есть. И теперь слева направо, да? Так, вы говорили там до щелчка. Да. Все получилось. Щелчок был. Да, теперь подрезаем вот эти вот на одного уровня. Все, готово? Да, все. Кнопка вкл здесь вот. Да. И педаль легко... Легким нажатием, да, руками вы как бы направляете. Я немножечко... Вы поторопились. Плавно, 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 плавно. Все? Не плавно, конечно. Вот здесь вот мы обрезаем. Смотрим. Вот здесь вот я немножечко газанул, так скажем. Вот здесь, видите, опять же, немножечко... Волнение произошло. Да, да, волнение. И вот дальше уже ровная, ну, практически ровная, красивая строчка. Итак, еще раз пробуем. Замечательно. Вот сейчас, мне кажется, даже получилось плавнее. Вот это стежок надежды, линия. Это вот моя первая линия. И вот вторая, смотрите, ну, это же лучше. Вот надежда, ну, оцените, ну, серьезно. Замечательно, да. Получилась ровная строчка у вас, вы хорошо постарались, поработали. Так что можем спокойно приступать к изготовлению сорочки. Ах, куда ее несет? Нужно медленнее. Сейчас мы берем нашу переднюю часть рубахи и будем прокладывать сейчас такие же отделочные строчки. Хорошо, Надежда, показывайте. Да. Я потом попытаюсь за вами повторить. Нужно контролировать для того, чтобы застежка получилась ровная у нас. Все, доходим до линии ограничивающей. Наш шов. И операция выполнена. Все? Да, можете приступать. Так, попробуем плавно, просто плавно. Очень плавно, медленно и все у вас получится. Хорошо, что вы верите в мои силы. Я вот пока что еще не очень уверен. В таком же духе. Постепенно, постепенно. Все, останавливайтесь. Замечательно. Все? Не настолько все было ровно все-таки, да? Ну, чуть-чуть, этот миллиметр, это не самое страшное, что могло произойти. Ну, во всяком случае, видите, благодаря вам уже линия более-менее ровная относительно. Мы приступаем с вами к ручным работам. Перешли на стол для ручных работ. И сейчас разрежем нашу обтачку для того, чтобы вывернуть. А давайте я тоже разрежу. Вот до этого момента нужна? Я сейчас вам намечу, докуда нужно разрезать. Так, аккуратно. Ну, надеюсь, с этим я справлюсь. Хотя вот даже то действие, та манипуляция, с которой ты сталкиваешься каждый день, вроде как кажется, да, просто ровно порезать по линии. И то, когда ты уже взялся за заготовку, уже боишься, уже волнуешься, потому что все-таки не хочется испортить вещь. Есть. Отлично. Теперь мы высекаем углы, не дорезая на миллиметр до нашего шва. Переходим к соединению плечевых швов. Накладываем лицевыми сторонами друг к другу нашу полочку и спинку. Берем опять же булавки. Помогайте мне. Да, да, да. Я одно плечо, вы другое. Уравнивайте срезы. Уравнивайте вот таким вот образом. Так, понял. И здесь вот точно так же. Сколько времени должна занимать работа над этой рубахой у ваших учеников? За какое время они должны ее сделать уже? Они выполняют такую работу ориентировочно часов за 36. Это где-то 6 занятий в учебной мастерской. И мы переходим на нашу швейную машину универсальную, где будем соединять наши плечевые швы. Надеюсь, все получится. Приступаем. Все получится. Все получится. Я уверен в том, что сейчас должно получиться. Главное, аккуратно. И вот сейчас, когда должно было уже, я вот прям видел, прям оно вот... Ровно-ровно получилось. Ровно получилось, а нитка выскочила. Ну, это в принципе... Нет, это не смертельный случай. Не критично, да? Будем так говорить, да. Все неплохо, все достаточно неплохо. Хорошо. Мы переместились с вами за краеобмёточную машину. Будем сейчас выполнять операцию по обмётыванию срезов. Для того, чтобы защитить его от осыпания. Она вот такая спокойная. И защищает срезы от осыпания, чтобы в процессе носки наше изделие с вами как можно дольше сохранилось. Вот так это обработали край, я понял. Да, да. Хорошо. Сейчас моя учить. Теперь попробуйте вы. Так. Все замечательно. Ну, вот здесь даже получилось то, что с первого раза. Это потому, что до этого уже был опыт. Очень хорошо. Ну, вот относительно ровно. Вот здесь немножечко переволновался. Но все же, в целом, все хорошо. Так, сейчас мы с вами переместились в заутюженный стол. И будем заготавливать наши обтачки для обработки пройм и горловины нашей рубахи. Нам нужно заутюжить их напополам. Так, ну, я думаю, справлюсь сейчас. Я думаю, что вы справитесь. Надеюсь. Во всяком случае, после всего, что сегодня я уже пробовал сделать, я думаю, что это не самое сложное. Так, ну вот. Замечательно. И есть. Проутюжили, да. И идем обрабатывать наши горловины и проймы. Уже пока что вырисовывается на горизонте. Красивая вещь. Главное, не спешить. Не спешим. Не торопиться. Аккуратно направляем изделие под пиглу. Ну, как вы оцениваете? Вот здесь вот немножечко, вот я вижу, разволновался. Но в целом... Ну, ничего, в целом очень хорошо у вас получилось. От раза к разу уже лучше. Да, уже лучше и лучше и лучше. Ну, сейчас мы переходим к операции, опять же таки, обметывания срезов. Мы обметываем уже срезы кроем, которые обработали. Все так же аккуратно включаем. Главное здесь не отрезать лишнего. Да. Вот как-то вот с этой машинкой у меня отношения... Дружеские завязались, да? Да, дружеские. Вроде даже понятно, как я теперь с ней общаюсь. Вот здесь все понятно. Сейчас мы подходим к завершающему этапу изготовления нашей рубахи. Мы сейчас будем намечать линию низа нашей рубахи, оставляя припуск на обработку. Вот, я наметила 3 сантиметра от нижнего среза. И мы с вами проводим меловой линией нашу линию низа в готовом виде. Сделали. Теперь попробуйте и вы. Вот здесь вот на расстоянии 3 сантиметра, да? Ставите меловой знак. Вот, 3 сантиметра. Есть. Ну, этот этап уже относительно проще. И уже когда сейчас видишь, к чему мы пришли, даже приятно это все делать. Прям понимаешь, что вот уже тебя отделяет от твоей рубахи-то буквально пару стежков. Есть. Все, идемте прострочим. Так, теперь моя очередь. Ну, мы с вами находимся, да, на завершающем этапе обработки низа. Плавненько, не бойтесь. И не торопитесь. Ну, замечательно. Просто шикарно. Ну, последнее. Это уже было прямо мастерство. Я по-другому уже не могу назвать. Ну, это действительно. Я действительно увидел. Вот мне даже очень понравилось. Вот последнее. И я довольна, вы знаете, я довольна. Программу эту, посмотрев, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. Сегодня, благодаря Надежде, мне удалось сотворить вот такую вот косоворотку, вот такую прекрасную рубаху. Надежда, давайте теперь честно оцените. Вот тот пример, на который мы ориентировались. И вот та рубаха, которую сегодня при помощи вас я сделал по пятибалльной шкале. Ну, четверочку вы заслужили, это однозначно. Мы постарались хорошо, быстро справились с поставленной задачей. Я довольна. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Ну, а мы вместе с вами встретимся уже ровно через неделю, где познаем азы очередной интересной профессии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...